Машина с поддельными номерами, дом по фальшивому паспорту. Против обвиняемых в убийстве скульптора Михаила Долгополова собрано множество доказательств. Следственный комитет Ленобласти передал дело в суд. Приговор должны вынести через несколько недель. Трое уже за решеткой. А предполагаемый заказчик Юрий Бирюченко, известный в криминальных кругах как танкист, сейчас на Украине, руководит фондом и охотно дает интервью. О современных технологиях расследования убийства в стиле 90-х прямо сейчас смотрите. Процесс по делу об убийстве ресторатора Михаила Долгополова, который проходит в Ленинградском областном суде, вряд ли будет затяжным. Уже к весне присяжные могут дать ответ на вопрос, участвовали ли Сергей Ким, Вадим Обысов и Андрей Васильев в убийстве по найму. Или же светский лев погиб от шальной пули, как это пытаются преподнести сами подсудимые. Профессиональный скульптор Михаил Долгополов был личностью разносторонней. Дизайнерские проекты и выставки сочетал с ресторанным бизнесом и активно влезал в миллионные долги под новые проекты. А отдавать вовремя не всегда получалось. Предположительно, одним из кредиторов оказался авторитетный предприниматель Юрий Бирюченко, в прошлом известный своей богатой криминальной биографией. 16 апреля 2019 года Долгополов вышел из дверей своего кафе на улице Белинского, сел в ожидавший его темный форт Мондео и пропал. Нашли его лишь полгода спустя в лесу под Новгородом. Перед тем, как уехать в Качинский район, соответственно, с одним из фигурантов, он написал смс-сообщение, что он едет в этот дом для того, чтобы переговорить, какие-то деловые разговоры провести. Он назвал адрес, назвал деревню, район, улицу и также сообщил время, в которое он собирается обратно возвращаться. Близкие Михаила Долгополова приехали в указанный им коттедж в деревне Вайя и вскоре позвонили в полицию. Больше всего насторожило то, что люди, которые сняли, арендовали дом, они спешно покинули это место. И, соответственно, администратор по этому поводу пояснил, что они арендовали на сутки, а уехали буквально спустя несколько часов. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены, соответственно, в стенах полевого отверстия, как от полевого. Одной из главных зацепок стал темный форт. Путь автомобиля от улицы Белинского в Гачинский район попал в объективы видеокамер. А на автозаправке техника запечатлела и водителя, Андрея Васильева. Как ни старался молодой человек скрывать лицо под козырьком бейсболки, оперативникам уголовного розыска хватило и одного кадра, когда он поднял голову. Один человек появился, потом установили, с кем там были созвоны. И этот коллектив, в принципе, начал образовываться. Васильев специально познакомился с Михаилом Долгополовым. 16 апреля повез его якобы на встречу с деловыми людьми, которые сулили выгодный бизнес-проект. Мы прибыли в кафе, где я забрал Михаила в тот день, в апреле. Здесь стоял мусорный пак, я припарковался возле него на автомобиле «Форт Монтео». В коттедже, куда Васильев привез Михаила Долгополова, уже ждали Сергей Ким и Вадим Обысов. Ким остался на улице, потому что он их встретил. А Обысов в это время спрятался в помещении в отдельном, затемненном. И получается, Васильев первый прошел, зашел Долгополов, и он ему со спины в затылок выстроил. Сразу после убийства душегубы, получив кровавые деньги, уехали за тысячи километров от Петербурга, в Поволжье. Но уже в сентябре они показывали оперативникам и следователям, где закопали тело ресторатора. Влад подошел, положил сюда труп, здесь песок был по бокам, и песок закидали, и ушли отсюда. Ранее неоднократно судимый Вадим Обысов после задержания подробно рассказал, как избавлялись от мертвого тела. По версии следствия, именно Обысов и стрелял в Михаила Долгополова. Тело лежало здесь, чуть дальше будет. Потом, ну, все, там, закопали. Корыстный мотив двигал, регулировали разные цифры, потому что кем-то не говорит точно. Расплачивался таким же, с Обысовым и Васильевым. То есть он ему отдал на двоих 850. А вот предполагаемый заказчик убийства, неоднократно судимый, авторитетный бизнесмен, пока на свободе. Установлено, что он был связан с организатором преступления Сергеем Кимом. Сейчас Юрий Бирюченко возглавляет благотворительный фонд на Украине, получает высокие награды. Ему известно, что он находится в международном розыске. Ему известно, что в отношении него заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Ехать в Петербург на встречу со следователями господин Бирюченко пока не торопится. Анна Кострова, Степень защиты.